Я зашёл в казус, я жутко заболел, я так заболел, 3-го числа это было, жутко заболел. И я вошёл в 4-е измерение, ну как всегда, все проблемы решаются в 4-м измерении Духа Святого, не просто 4-е измерение, а 4-е измерение Духа Святого. Так вот, вхожу в 4-е измерение, а у меня была жуткая простуда, и я говорю, так, Дух Святой, иди сюда, и мы вместе с ним согласились, взявшись за руки, что я полностью здоров, и Дух Святой мне говорит, 6, 6, а я 6, да, 6-го часа ты получишь полное исцеление. Хорошо. Так вот, 3-го числа мне было плохо, 4-го мне стало лучше, и я думаю, ну всё, выздоровею. Но 5-го числа я поехал на работу, а лучше бы я не ехал. В общем, я в течение 12-ти раз думал на работе вызывать себе скорую помощь, мне было нереально плохо. То есть поверить в то, что уже завтра, 6-го числа я буду полностью исцелён, глупо. Я даже думал идти провериться на коронавирус, но эти мысли я угнал, убрал и сказал, сегодня 5-е число, и мне плохо, но завтра, 6-го, а мы с Духом Святым создали мир, мир Духа Святого. И в этом мире я уже прожил этот день, и я знал, что 6-го числа я получу исцеление. Вечером 5-го числа мне было нереально плохо, я еле ходил, меня шатало, меня рвало, меня было просто нереально. И я лёг спать. А я работаю сутками иногда. Так вот, проснувшись 6-го числа, я обалдел. Извините за такое выражение, но я получил полное исцеление. Меня не тошнило, меня не знобило, меня не шатало. Я получил полное исцеление, полнейшее исцеление. А знаешь почему? Потому что с Духом Святым в 4-м измерении я договорился и сказал, есть цель, сегодня ты можешь решать любую свою проблему. Нет нерешённой проблемы, есть люди, которые не знают, как решить проблему. А если ты с Духом Святым в 4-м измерении, то это нет проблем. Допустим, ты священник, ты служитель, и Бог тебе сказал ехать на миссионерскую деятельность, в другую страну. А тебе не хватает 200 тысяч долларов. Ты что, думаешь это много? Люд, Духа Святого, это копейки! Идёшь в свою комнату, призываешь Духа Святого, закрываешь свои глаза и представляешь, что у тебя есть 200 тысяч долларов. И Дух Святой, или тасть тебе конкретную дату, день, когда ты эти деньги получишь. Или просто стой на этой картинке и в назначенное конкретное время ты эти деньги получишь. Ходи как богач. Ходи. Не только в образе, в своей голове. И чувствуя, вот ты уходишь, деньги разбрасываешь. Нет. Не разбрасывай деньги, а трати их на людей, кроме бедных, кроме голодных, в своей голове. Миссионер. Проповедуй, как так, как то, уже имеющий 200 тысяч долларов. И придёт короткое время. И в назначенный день, и в назначенный час ты получишь 200 тысяч долларов. И поедешь как миссионер в миссионерскую деятельность. И будешь совершать чудеса и знамения для твоего Бога. Люди будут получать исцеление и другие вещи. Ты болен какой-то болезнью? Ты ограничен чем-то? Да какие проблемы? Начни жить в Духе Святом. В образе. Представь, что этой проблемы уже нет. Ну нет проблемы этой. Нет этой болезни. Нет. Живи так, как будто её нет. Вообще. И живи не только в своём голове образом. Да, и в голове, и образом. И чувствуй это каждый день. Но также, выходя на улицу, будь счастлив. Если тебе что-то болело, не болеет. Будь счастлив. И ты увидишь, как эта проблема исчезнет. Потому что образы в твоей голове, это язык Духа Святого. Он так говорит с тобой. Он так отвечает тебе. Потому что Он Дух. И ты Дух. А когда ты думаешь образами в своей голове, так думает твой Дух. И ты как Дух. И Он как Дух Святой. Вы соединяетесь вместе. Плюс работает Душа. Ты это чувствуешь. Допустим, ты здоров, у тебя болит рука. Но ты чувствуешь, что у тебя она не болит. Всё не болит. Иногда Бог хочет принести тебе ответ. Но не может. Потому что тебе надо его взять в Духе. А как взять в Духе? Это образы твоей головы. Поэтому четвёртое изменение Духа Святого. Это такая мощь. Я около восьми лет жил с Духом Святым. Я знал его лично. Но у меня были тысячи проблем. Я часто болел и очень долго болел. И ничего не получалось. Но когда я познал язык Духа Святого. Образы в твоей башке. И в твоём сердце эмоции и чувства. И когда ты ходишь на волне Духа Святого. И когда тебе по барабану, что у тебя есть проблема. Потому что ты знаешь, что её нету. Потому что ты создал образ своей головы, что этой проблемы нету. За короткое время эта проблема исчезнет. Потому что это вера. Так работает вера. Вера. Это уверенность. Это то, чего нету. Но оно есть. Потому что ты уже создал мир. Где это уже есть. Проблемы нет. Болезни нет. Есть победа. Когда ты будешь ходить в этом мире. Дух, все это будет просто. Награждать тебя. Лучшими подарками. Ты будешь сам иметь крепкое здоровье. Даже если ты заболеешь. Ты получишь полное исцеление. Значит так, дорогие друзья. Сейчас. Не откладывая всё в свой шкаф. Идёшь к себе домой. Анализируешь себя. Какие у тебя есть проблемы. Или болезни. И делаешь то, что я тебе говорю. Идёшь. Закрываешь глаза. Если не знаком с Духом Сятым. Познакомься. Скажешь. Hello. Hello. Everybody. Дух Сятой. Привет. Как дела? Познакомишься с Ним. Если ты уже знаешь его близко. Проблем нет. Если у тебя болезнь. Ходи в победе. Ты спросишь. А сколько дней надо ходить в этой победе? Не знаю. У кого-то день. У кого-то месяц. Не знаю. Но если ты будешь идти до конца. И держать эту мысль в своей голове. Что ты исцелён. Или ты передержал победу до конца. Победа не будет себя долго ждать. Победа придёт. А проблема уйдёт. Навсегда. Поэтому, дорогие друзья. Вот что я вам скажу. Если вы попробуете. И вы войдёте в четвёртое измерение. Это не так просто. Мне нужно было 7 месяцев, чтобы научиться этому. Это когда ты создал мир. И ты полностью здоров. Или ты решил проблему. И ты это чувствуешь. И ты это видишь. Каждый Божий день. Так вот, если ты уже создал этот мир. И живёшь в этом мире. И больше трёх месяцев эта проблема не решается. То я обещаю тебе, что я подарю тебе 100 долларов. Лично. Напиши мне в комментариях. На любой моей соц. сети. И я подарю тебе 100 долларов. Только сначала тебе нужно будет доказать. Что ты прошёл весь этот этап. И не получил ожидаемое. Пытомо. 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 Продолжение следует...